всем привет с вами нью и зацу вы на канале фрикаделька а это у нас фаркай 4 да всем привет а мы а мы же хотели ход хан пойти да 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 там смотреть на таханочку у нее еще конечно дойти бы да идешь куда денешься а снег идет да мы захватили крепость юмы ё-моё чел умер тут что случилось не дошел что у него по себе хоть ну ладно объектив так ладно погнали ханочка за нее далеко ехать а подожди стоп 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 я вот там вот пока я там был не хочет показалось если это так до лететь собрался какая чудная штуковина давай давай полетим только ты смотри и ты в горах вот это прилетел бы вот слева пониже все в горах обожать ему что было но тканка где-то в горах опять же она где-то с той стороны походу так что может быть она не высоко так вот сюда по всему она не высоко есть только лагеря и горит где-то 1 вижу а зачем они именно черным дымом он же звонят не уверен прям не приняты партик жгут они знаете мне гиганты ты бы это поосторожнее где-то цепляю но в целом не плохо летим да я согласна не хватает еще вот лизы знаешь 4d эффекта чтобы был такой свежайший цвет аромат и гиганты да 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 это игр нового уровня наверняка такие когда нибудь и появятся ммм что это место такое похоже на большие коробки а все ладно он сформировал свет похоже на домик а а нам можно наверно вот здесь уже залезать ну что тканка ну так что это за место скажите нам о нем не хотят а нет превосходство каллигана каллина как я бывает тот же она следующая берем игра мы вернулись октября к счет слоненок мы будем на слоне кататься было бы круто ну что значит дальше калинак сделать делал то на используйте чтобы тигр но это да так лучше примена ракша что сковал колокола смотрят на шангрила с высоко с высокого пика чем ближе подходили к нему тем больше искажут мировок о моё зачем мотелёк летит в пламя затем и я защищаю шангрила зачем мотелёк летит в пламя вон он слона убивает демоны нет нет давай тигр бежим ой ой убей её а кстати заметь что эти псины очень похожи на безлудницы а это да да прям вообще молодец бежим 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 слона защищать там тоже что то блеснуло мне кажется тут слева между камнями что-то не сделано ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй слоны вообще-то у вас это священное создание слон всё с тобой нет лечи слона 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 держи в смысле для использования он тут помирает хорошо а всё нормально говорится не переживай да не волнуйся не-не-не еще раз ты что будешь что-то на слон всё хорошо оаа всё нормально да вот ну ё-маё это чё так это когда знаешь что ты повысил эконом класс да бизнес классов такси ну поехали слон поехали не-не-не даже не так это когда ты вызываешь эконом класс в такси а к тебе приезжает бизнес потому что машин не было и бизнес мне кстати не приезжал ни разу но вот типа этот комфорт плюс мне приезжал ну в целом неплохо живем чем беги слоник молодец вращайте молитву не дарома не показал что статую так тигра 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 а где тигра убей этого чувака ты все еще помнишь как играть за тигра как-то я лечились пальчик айс дал ведь ты его уже но пройдите по нему слоном да блин коптит вот так вот или когда он это сидел спину а я ей договорят а вы опять заперли этого чувака так я мое он не надо прийти разобраться ой 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 лодин лекшон от накидали тигра убей это зря это я что-то как-то даже не понял взорвалась во первых твоя голова очевидно ну ладно поехали короче слон давай сам ты чё в смысле не если мы приедем на тебе но я тебя там отпущу и ты будешь там сам развлекаться со всеми а думаешь и будет? ты будешь чисто там убивать всех защищать а я пойду около собора поехать а почему он должен? а почему он не должен? типа я не видела что слон идет прямо сразу на таран давай давай вот 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 это я понимаю все а вы чё думали то? в сказку попали что ли? давай давай на дышит он ой 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 лечися лечися все пустите меня все давай сон сам по-моему тигр только что ему лицо в голову молодец он вот это вот сидел так тут все стреляют слон зол слон зол слон зол слон зол а вот стоит падла думал мы его не заметили а вон что взорвалось вон вот там справа по-моему все еще стоят а нет не горение а а а а а а а а он котик ведется как он котик простых путей мы не ищем знаешь давай давай мычи его отлично дайте мне зажечь поворачивай поле ё красота вот такие колку вот она поворачивает чтобы карму то вернуть что это суперменом опять пойдем вон а вот таки пойдем они знают что они не самостоятельные единицы твоего общества пойдем 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 побежали полетели слон и тигр что еще надо чтобы выживать здесь и побеждать демон блин на нем смачно так умазался сейчас ну ладно никто не мешает я че могу сделать у м м а вот туман соберет а вот почему не слон давай слон молодец дай ему по морде херак слона огнище просто там о нет он нажарят смотрите убьют и все я не вижу ни черта что-то как-то плохо видно я ухожу меня уже истыкали всего стрелы так стыкали всего стрелами просто пипец а че солнце сусон слон жив так тоже я знаю то его не слышно это не нравится сон я не знаю что там а я нет да где грабаные лучники блин снайперы снайперы конечно да вообще здесь вообще прям жесткие враги все слон ушел я так понимаю вы сами разберетесь снайпером куда он ушел слон не знаю где тигра вот тигра хоть с нами здесь какие-то ворота я чувствую нам нужен слон вот он оу мне нравится как они умеют телепортироваться что великолепно слон открывай так далее залезть на него он жрет там что вкусное валяется говорит ну я стою говорит а то иди говорит я поел тигр такой ну а перекус так перекупил у тебя заберу не будем да кстати ха-ха-ха-ха ну ну все забирай свой зоопарк иди вперед давай ну ладно слон можно залезнуть давайте идем вот бежим 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 как мы на слоне бежим на куче листьев да мы можем так отойдите нахер все нас конечно жарят ой 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 давай мы проламываемся стрелу вытаскиваем тигр беги есть так господи горим ой так слон разберешься а я иду за тем что слишком много демонов слишком много демонов вот ты можешь попробовать ешь смотришь о мое давай беги нам нужны колокола да е-мое куда кто в тебя тихо 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 ой напряженка то какая тихо взрывают пиздец а вижу тебя тихо я полагаю тихо 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 победит тихо 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 я просто хочу представить как он туда носит оружие если на ту пошли джанни много давай уже поменяем нам пушку наверно пара тихо ну у нас что я схожу с револьвером надо какой-то пистолетик другой взять давай смотреть что-то до 50 кула это видимо да это вообще давай берем до 50 так давай начиной смотрим хоть как он работает так и давай стройки собрался меня а второе чего он рядом чел базе снайпер к рпг снайпер к рпг и циркулярка который хвалит на левой на а мр не открыто еще бушман не открыт останется штурмовик ну давай мы возьмем циркулярная пива еще я не вижу особого смысла менять то что у тебя есть наверно дано поставить хочет спаса ноги а чё на них смотри ну ладно угнали так давай почитаем набирать так изготовление это ладно прогресс коллекция так мы читали про кират теперь а письма махана гейла надо надо идти до махана гейла заработать уже это письмо последние мы могли бы вообще почитать половину к примеру потом слишком столкнул и думаешь там так много а я не знаю очень сложно сказать так ладно где письмо махана гейла не письмо дневник фильтр у тебя есть кстати ты можешь по фильтру сделать нет включать письма выглядит у нас дневник где вон справа где потеряно письмо не самого права вот этого да вот а вот так такой дневничок это получается вот мы видим письма на вот таком вот так вот на таком расстоянии и нам надо найти и дневничок и кажется где-нибудь а хотя нет ну поиграно письмо да это все плакаты куча причем молитвенный барабан письмо письмо интересно конечно девки пляшет ханк а прикинь дневник реально последний где-нибудь у пейгана есть у тебя вроде все собрано не ну давай конечно приколимся да ты вот эти просто убери все синие убрать да-да-да-да-да однако однако не уника последнего либо я его пропустил ну давай здесь вариант либо он как-то по сюжетке достает выдам последние дневника по сюжету когда мы не узнаем что я не вижу ну ладно я должен спецкомментарий конечно подскажите последние чудо если знаете типа последний двадцатый он особо выше выше вот он что это я думаю что это место где мама наверно это вот это да 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 ладно тогда можно читать в том потому что когда мы его добудем бог его знает да наверное это в конце в самом так фильтр мы текущую задачу не не забудь открыть клад не надо как-то на 7 эти кода на карте на мини-карте есть ли мне как есть и ладно так поехали тогда чуть-чуть тканем махана бейсах 81 год сегодня мы с ишваре поженились церемония была скромная присутствовали только наши родители старешины все еще помогают что жениться на тарун мотаре некогда был но по моему это ерунда моя ишваре обязательно обязательно обаятельная и умная девушка родители договорились о нашем браке и еще когда мы были детьми за много лет до того как избрали аватаром киры охран дал за ней приданное хватит на дом а может на рисовую печку кроме того меня приняли в королевскую гвардио значит понадобится новое мандирование махан где 85 манс манкс манксир 1985 год я не смог защитить их у меня была одна задача защитить королевскую семью и я не справился националисты ворвались во дворец посреди ночи они взорвали взорвали парадные двери и расчистили себе дорогу ручными гранатами я стоял на посту в главном зале и взрыв сбил меня с ног они прошли мимо меня прямо в королевскую спальню прогремела пять выстрелов и с каждым выстрелом у меня обрывалось сердце без короля кират безусловно погрузится в пучину анархии 86 год ассар сегодня опять дрались насмерть с националистами в их рядах сажаются иностранные преступники они вооружены американским оружием даже муссонные дожди не скоро сможет кровь с улиц тиртх и лишь поздно ночью пришел домой запускывать к шваре без нее без ее способности обращаться прямо к сердцам людей мог мы бы пропали она напомнила меня первых четырех годах нашего брака мы не были богаты но мы были счастливы и был мир так много изменилось махангию бойцах 1987 год сегодня встретил человека по имени пейган мин он из гонконга и с ним дальний родственник убитого короля а еще у него армия наемников он уверен в себе и красноречив хотя и молот я все еще колеблюсь трудно поверить что все это правда как будто кира послал нам спасителя способного переломить вот этой гражданской войны восстановить в кирате монархию против объединенных сил рейлистов и наемной армии мина у нас на цели у националистов нет шансов 1 со ум 87 год в нашем будущем столько неясно иногда я ловлю себя на мысли что лучше бы она не была беременна тогда мне сразу становится стыдно приходится напомнить себе что ее беременность это прекрасно я люблю и швари и нашего будущего ребенка я рад что мы скоро станем семьей я надеюсь наш ребенок родится безопасным и посветающим кирать с какого года игра типа аджай сколько 18 я не знаю к 3 1987 год правильно я сомневался пейган мин предал нас мы месяцами сражались плечом к плечу с его людьми но как только мы захватили дворец он убил наследника престола и объявил королем себя а потом началась бойня люди пейгана набросились на нас и многие погибли не успев даже создать опасность мне чудом удалось сбежать и теперь мы с город с горской уцелевших скрываемся от наемников вероломного пса захватившего власть в кирате пса которого я намерен убить даже если придется заплатить своей жизнью манк сир влияние пейгана растет день от дня люди стекаются в королевскую армию и его гвардия бандиты которых он притащил из гонконга рвут страну на части ваша ночи мы потеряли еще три заставы они лучше подготовлены и лучше вооружены нам не хватает организации швари считает что я должен возглавить борьбу оставшихся монархистов против режима мина она говорит ей приснилось как мы идем по золотому пути я беспокоюсь за нее мы решили назвать ребенка аджай если будет мать пусть 87 год последние пару месяцев были трудными но мне удалось найти еще нескольких выживших рейлистов мы разбили лагерь в горах многие выжившие обязаны жизнью группе наемников пейгана они отказались стрелять нас и перешли на нашу сторону вместе мы создали новое повстанческое движение под названием золотой путь и швари улыбнулась когда услышал это название наверное первый раз за несколько месяцев мак 87 год после победы в отсутствие наследника престола тарун мотара займет посты посты главы государства под управлением регента вся промышленность финансы транспорт будут национализированы армия кирата будет воссоздана под командованием тарун мотары будут заключены новые торговые соглашения с китаем индии западом будет подано заявку наступление в оон будет введен прогрессивный налог на прибыль детский труд будет упражнен образование выйдет бесплатным для всех махан гео это я понял это если поигона сверли видимо да полгун 87 год мы снова поздроили посту повздорили сашваре раньше такого не случалось на последнее время она вечно на взводе она в очередной раз подняла вопрос о том чтобы принимать женщин вреды золотого пути а я опять настоял на своем передавая не место для женщин пусть работают на наших кухнях больницах шоферами боеприпасы под подносит в конце концов но она настаивает что женский корпус можно подготовить бою всего за три месяца нам нужны новые бойцы но сейчас не время для радикальных идей бойцах 888 год сегодня родился мой сын его назвали аджай гейл весом 2 5 килограмма вас он 42 сантиметра него глаза и швали он только делает что кричит спит и ест моя жизнь вновь обрала смысл кират будет свободным клянусь я не успокоюсь пока прыган мин не умрет мой сын бросит свободным и не знающим страха джесс 88 год аджай мы милый мальчик каждый день когда я беру тебе на руки это дар ты мой свет и моя сила каждый день я молюсь кири о твоем здоровье и благополучия я молюсь за то чтобы ваш наши невзгоды кончились раньше чем ты их осознаешь чтобы ты смог провести детство в волю бегая по полям и долинам я молюсь чтобы ты вырос хорошим человеком сознанием долга чести и сострадания бхадара 88 год война складывается не в нашу пользу пайган поручил своей молодой ставленницы по имени юмалау выследить его бывших наемников она невероятно успешно с этим исправляются на каждом шагу мы сталкиваемся сталкиваемся с превосходящими силами по численности и по оснащению не знаю сколько мы еще продержится мы должны найти способ сравнять счет возможно пришел время рискнуть да прибудет бы нашу сашваги отжавим отжаем если со мной что случится ашвин 88 год мой союзник из цру выполнил свое обещание доставил оружие я обычно опасаюсь принимать дары от незнакомцев но в данном случае сделал исключение и правильно сделал теперь у нас хватит огневой мощи потягаться с людьми пайгана на равных я уже начал учить бойцов сражаться новым оружием американец предложил мне военных советников но и отказался это война за кират и должны выиграть киратцы они американцы что это уиллис к нему до 388 год будь прогляд пайган мины его заморская шлюха армия короля обыскивают дома и храмы в поисках киратских артефактов их отправляют на остров джаленду понятия не имею что они собираются делать всеми этими артефактами на калинах скуют ханка они не получат как и поисково мне пришлось попросить дарпана разделить ханка на несколько частей и спрятать их по всему кирату юма ни за что не пустит историю калинага понятно почему она теперь разброс нахер пойми где маг 88 год я проигрываю войну за мою страну и мою возлюбленную мы сашваре постоянно ссоримся по каждому пустяку мне стало невыносимо возвращаться домой я бы предпочел укус пули ее постоянному презрению она злится что я не пускаю ее в бой она говорит что я не даю ей приносить пользу я собираюсь отправить ее в королевский дворец прямо в логово тигра пусть сама увидит что мин сделал с киратом может тогда она не будет судить меня так строго так себе идея тебе скажу зная дальше что как бы чайка 88 год и шваги если вы ты все еще любишь нет выпунишь мой приказ беспрекословно угол выбора нет тайган доверять тебя может и не просто доверять воспользуюсь этим не ты с него организация разлагаю изнутри передавая не все важную информацию какой раз добудешь на списание маршрута поставок зарубежные контакты и так далее нужно наносить удар со всех сторон сразу возьми с собой джай он придаст твои легенды легенде убедительности возвращайся только когда мы добьемся победы мансир 89 я узнал что пейган мин тайна встречается с высоко поставленными членами золотого пути чтобы обсудить условия нашей капитале капитуляции и с этими людьми я столько лет сражался плечом к плечу они говорят что пейган обещает мир если мы сложим оружие пейган лжет все кто с ним встречались предатели должны получить по заслугам не было трудно принять это решение история наверняка строго меня осудит но сегодня утром я приказал казнить предателей прости меня кира окей ашин 90 шлюха тому же ты сделала нет прощения ты предала меня то предала весь золотой путь я три года жизни отдал на то что положить конец тирании мина ты что сделала кроме как раздвигала ноги тебя было простое задание собирать информацию не спать чтобы мне трахать их командира не рожать ложному королю дочь как ее зовут неважно мерзкая эгоистичная шлюха я приду с тобой я пойду чтобы исправить твою ошибку понятно теперь мы узнали историю но и где-то где-то последнее письмецо гейла да 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 там уже видимо что там уже что-то что-то он узнал все таки в итоге но получается у нее есть дочь а вот это не та девочка которая у них бегает а может быть но не факт ладно махан гейл был не таким радужным человеком но если честно так тупо но я понимаю она тоже как бы давила не в ту у нее блин сын есть маленький о нем заботиться надо понятно почему не пускал да и отправил к пейга но это было глупо у нас есть знаешь чем а у нас тут есть самолет самолете не самолете хренолете хренолете и я наконец-то могу забрать вот этот агитпокат который меня раздражает у этого моста все там животные напали дайте агалу под смысл на него нападет потом медведь о ней не 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 так у него было был шанс а так ты его не отобрал меня убивают за все это не маленькая . на медленных тебя довольно просто попасть подожди а мне надо мы спираем сюда ух какой он странно выглядит как игрушечный ну вот нормально не забываешь что у тебя еще шумит под боком вертолетик это что за сакура ну пей потихоньку по фон пейга на перекраске все в розовое работает думаешь может быть конечно сомневаюсь ой орел орель вау вон она где старето маленько походим и о моем интересное место конечно так стоп я сушил не отворачиваюсь от медведя запечатанная шахта кио извини медведь офис пицца спорте витоку хорошую этот это еще медведь белая крыса что кусок мяса пойдет когда бегущие куски мяса уходу да это не крыса крыс керати нет еще четыре чтоб получить награду а я не знаю что за награду мне дают вообще не понимает до сего не поняли чем не награды какие дают это что я там есть херню делаю отразил ты таки пока от снимать и награду там не дают какие-то вот орел на пол да 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 пристрелировала шиа ну не из пистолета же извини я пытался как-то был очень быстро ну видимо он уцарапнул шею так все равно человек мгновенно не умирает смотрю что он не надо короче сделать так что тебе когда нападает орел они хватали за лицо и кричали он высылал мне глаза выклевал не класса пристрел тварюга а я думаю что там уплывает на лодку плыл я сам какие-то товар он а все он выпал но правда он оттуда а лодка там женщина просто завален что началось то да все типа ну окей горит вот я и при а это тот ты подошли телепортнуться да это что за магия в не хогвартс ребят мы так не договаривались вот и все говорит но приехали взорвим лодку чтоб не не могли уплыть они могут тогда можно не телепортнуться нет но ты же лодку только взорвешь то интересно что было нет они уже все здрава пропадка в местный голубь просто что же мой происходит последнее время ужас просто не пощадили свинью еще говорят голодом они страдают и он по свиньям ездит и мимо проезжают ну это да это странно уж переехали забрали бы сожигать ну привели бы уважение как говорил город джейкоб хоббс а иначе это просто убийство водопад джалендов о джаленду так господи я слушаю кстати слышите видеть это две разные вещи я согласна так в принципе но вот этого подорвем на сексу вот ван полном ван 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 и не формируют нам а мне подойдем все надо это да надо они там золотой путь это не пойду потом сходишь все туда мне телепортируйте куда-нибудь вот сюда он не мой конь да там он телан постик захватим идем дальше в принципе все нормально я пушка не проверил конечно тоже печально это подстреляет так ну все валим за это маской человека убил ей ты лучше есть плохо получается ехать я если честно общего не слушая оба щек мой громче музыку сделал чтобы я точно не слышал что он говорит да у него проблемы с музыкой он ставит язык она говорит стесняется говорить то что думаю я слышу на эту тварь видимо начни ниже на сест и вы верный путь ты идешь за мной потому что хочешь узнать больше о лунге я помогу я приведу тебя к нему козел ну я буду козла вот встретил вот да вот такой загадочный персонаж я обсуждал козель блять козель козель до сих пор непонятно почему он козел типа потому что у жертву приносит хрен его знает ну что он просто козлы нравится мне нравится козлы прикольные животные у них такие загадочные глаза у меня пойдем на лампусик а то легче будет распыть не вот это полет щекос конечно откуда с моста ты как бы сам не сдохни тоже будет неплохо объехал нормально все успокоить всех стреляй да там были гражданские но что теперь сделать это же война а почему нам минус в карму не дать не знаю или карма решила что вы достаточно хорошего сделали что у нас минусовать так мы хотели пойти дальше этот да надо машину батю цвету и очки ахахаха это индийские песенки блять куку класса вон просто айяяя что то вы опять лезете ты под машину я не понимаю это вот новый тормотал вот эта девочка подожди есть скорее всего остальные знают если патора вот кадр вот это это дочка ишваре они по идее должны об этом знать тем более раз она 2 тормотара значит как бы это по наследству условно передалось и тогда чё не на джай не сказали что ты его сестра но не родная конечно так ну ты родная по уродной по матери родная поэтому это уже не имеет значения и и и и и и и и Че она на него налаяла и ушла? Все, ее пристрели Посерьезней хищника давай как-нибудь Посерьезней Что ты делаешь? Волк Он узнает кто это сделал Да господи Стрельни в них уже рпгшкой Просто вот этого надо убить Вот Вот я понимаю Сейчас все в канаде Возможно Если он тупить не будет Защищай мишку Ну и что он там сидит Ни хрена не делает Поиск прекратить Но будьте начеку Это вы зря Не до такой степени Ладно я попытался Выйди чел Мы тебя не видим И ты нас кстати тоже А медведь сдох что ли? Угу Господи Шик харпур Не трусить Вау Это красиво Вас не заметят Так захватили А вон пустик на гарем Это не плохо Какое Вот Снайпа Обожаю эту страну Говорит Так Ну я сюда пришел Вообще не за этим Ну Ладно Я пришел сюда Вот за этим Тут же в клетке кто-то есть Ягуар Ягуар кричит как маленький Симба Ну это да Помоги мне выбраться А да 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 Давай не сегодня Или что есть в бассейне Мне надо бежать Добывают золото под двумя автоматов Ну все как всегда Ну да Ладно пойдем Слушай Беда пришла не только ко мне Много людей попало к Юме в рабство Я знаю где это Я помогу им Ладно И сел такой Ты поможешь им Ооо Вау Что-то новенькое Окей Барсик сиди в клетке Я думаю ты уже агрессивен Да Знаешь короче Фаркрай сделал так Что сначала ты жалел зверушек Выпускал их из клетки А теперь ты их жалеешь И поэтому ты их не выпускаешь Чтобы не убивать Ну Фаркрай Да да Надо было просто делать так Чтобы они не были агрессивными Ну да Хотя бы к тебе Ну да Особенно если ты на них сам не нападал Вот Минимум два заложника должны жить Где-то слева у тебя там Видишь Ребятки Да 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 В смысле Они где вообще А в него как попало Он сзади стоял Ну он так упал Как будто ему в голову попало А это же шахта типа Да Нету трубов не вы Что это было А они внутри Да 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 Они в шахте Там с тебя нет Этот броневой Да этот пофиг Управлять должен тот кто умеет Что Все Управлять должен тот кто умеет Ну да Ты свободен Дедоб Так а я что тут Здесь что нить Ни хера тут нет Ну тогда вот так делаем Там бегущий человек И задание еще Что за бегущий человек Готовы драться Пейган Мин Заплатит за все Опять Собалу помог Если посовещу Только Собалу Парет их на жертвы Странно Собал странный Нужна помощь Тут волку пикарни Нападает на людей Ладно Пойдем Продолжайте Видимо На пирожки За красной шапочкой Пошел На кругом волки Осторожнее Сделаю Ладно Ой волки Херовки Блин Че нам волков У меня есть оружие Против волков Орел Привет не орел Я бухло Я уже не отличаю Которые Орелы Ставь мясо на фарме А вот там Это как ты сделал то Ну ё-моё Ты же вроде почти не падал Ну ладно Да Да Тебе больно Ё-моё Аджай Ну ты конечно Вообще Вот эти вот Моменты У тебя конечно Это вообще Пипец Какой то Что ты делаешь Зачем Кулат Так быстрей И безопас У нас Что-то безопасность Я бы поспорила Хотя бы Один мирный житель должен Отлично Я здесь 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 Все нормально Все хорошо Да какие мины Блин Офигеть Он не убивает Их просто Мгновенно Ты вот Сзади Как раз Неплохо Было Встал На Ну ты же Трудно засечь Обзор Тут сложно Они быстрые И видишь Сразу Кучка Бегут Что Он бежит Не думал Что волки Так агрессивны Мне кажется Справа Бежит Нет Но этих Отвавила Ёма Это все Шах Блин Не просто Вон бежит Более Нужно Все будет В порядке Спасибо Благодаря тебе Теперь беженцы Могут отправляться К пекарне Так Усагляться Взял Или только шкура Я сегодня Не понимаю Как они понимают Что все 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 Волки Кончат А нет Все Только Идовитая Шкура Ну Ладно Хорошо Значит На них Нету Мяса Это пекарня Что ли Да Наверное Пекарня Отжали Ну Ладно А что Попаганду Опять Повесили Видимо Без пропаганды Не поработаешь Тем более Они в северном Керате Красный Синий Синий Красный Я слышу Кису Она не достанет Мне Не в этом месте Бонус Карму Да что Не знаю Никто не знает За что Аджайя Карма Перепадает Периодически Ну в целом Боди Неплохо Даже Ну да Так Вдохни Ё-моё О, там Какая-то Садим Ё-моё Мать Какая-то Тварь Меня кусает Так Окей Возможно Она глубоковато Знаешь Не хочется Блин А где она? Вон Наверное Там Да все Сбываю Успокойся Успокойся Все хорошо А Вот она Хвори Давай Мерка У тебя нож есть Отжай Он в воде Не дерется Блин Эта Маска Простая Да Давай Серьезно? Ну ты Косой Пониже Мне кажется Над ней же Эта Штучка Всегда Ну блин Прям в воду Стреляй Нет Конечно Выстрелить С гранатомета Была хорошая Идея Там кстати Еще одна Плавает Молодец Мне кажется Гранату Броще Было Бросить Далековато Рыбак Ты так Себе Она ближе Куда ты так Стреляешь Далеко Ладно Подожди У меня есть Что-нибудь На Этот Бегать Плавать Быстрее Дышать Под водой Дольше Что там Надо Желтую Где-то Найти Ну Вроде По пути Здесь Желтого Ничего Нет Вон Ого Прям заплавал Я смогу Ну Все Неплохо Мне кажется Справа От грузовика Вот там Да Да Проблема Пойдем В сеть Что-то Да Слушай Даже Не задыхаюсь Людям Пока действует Не задыхаешься Ну Неплохо На самом деле Ну Вот Надо Иметь В арсенале Да Дожди А мне бы ответить Мне был зад вопрос Ага А что это за место Думаешь это вот это Попробуй за нее Заплыть Вот туда Вот левее Нет Нет Сзади Вот туда Да Не знаю Что это за знакомый Просто Едает меня Животных Животных Ужасовал Так А где он У тебя Кончился Инъект Я понял Где-то здесь Должен был Активироваться Активировался Неизвестная территория Я ничего не вижу Что так Как все На миг Тут видимо где-то точка какая-то есть Которая Ладно Бог с ней Ладно Не страдай Ну понятно Ладно Закончим на этом Баги на багах Конечно А можно еще вот так А ну можно Да попробовать Проплыв на дни Ни хера Ну вдруг Там кто-нибудь Подскажет Ну да Ладно На этом мы сегодня закончим Спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал До скорой встречи В новых видео Пока-пока Пока-пока